День тазы предлагают утвердить в нашей стране заводчики национальной породы. Первое воскресенье ноября, идеальная дата, считают они. Как раз в это время, говорят собаководы, начинается охотничий сезон и можно проводить полевые испытания собак. Татьяна Ковалева расскажет подробнее. Арика, иди кушай, а то все съедят, не достанется тебе. Этим малышкам всего месяц, но рацион у них уже отборный. Щенят здесь поют исключительно козьим молоком, помимо материнского. Геннадий Михнов, который уже два десятка лет занимается разведением тазы, коз в хозяйстве держит только ради своих любимых подопечных. Он уверен, что питание – залог отличной формы, здоровья и успеха собаки, как, впрочем, и условия содержания. Даже не представляю, как многие держат их дома. Это надо постоянное движение, постоянно прогулка, постоянно, чтобы кто-то присутствовал с ними. А так, идеальное, конечно, это село, если есть лошадь, так как они склонны сопровождать всадника. Это идеально. Пешком столько не дашь, сколько они нуждаются в прогулке. Держать этих собак в неволе ни в коем случае нельзя. Ежедневно тазы должны пробегать как минимум 25 километров. Поэтому в те дни, когда нет охоты или конных прогулок, хозяин садится на велосипед и отправляется со своими любимчиками в велопутешествие. Чтобы вырастить и воспитать лучшего представителя породы, заводчики тазы вкладывают душу, время и немалые деньги. Но когда дело доходит до выставок и племенного отбора, не всегда судьи принимают субъективные решения, уверены они. А это напрямую влияет на качество породы. Судить должны люди, которые непосредственно занимаются этой собакой, которые практикуют охоту с ней, которые занимаются разведением. Должны судить только породники. Судей породников именно тазы крайне недостаточно. Когда отношение поверхностное эксперта, когда они ссылаются только сухо на действующий стандарт и не имеют опыта разведения, это несомненно ведет к ухудшению поголовья собак. С каждым годом любителей тазы становится все больше. Владельцы собак даже щенков отдают бесплатно, но только тем, кто будет так же, как и они, добросовестно заниматься породой. А потому, считают заводчики, в Казахстане назрела необходимость создать национальный день одного из семи сокровищ казахов. Хочу предложить официально учредить день казахского таза в Казахстане. Было бы идеально, если бы мы отмечали день казахского таза первого воскресенья, ноября. Потому что начало охотничьего сезона, конца нар, чтобы мы могли отметить и день таза, и заодно устраивали салбрун. Кроме того, заводчики просят зарегистрировать официально такой вид спорта, как шархы торту. Это собачья бега, где именно тазы соревнуются между собой в скорости и выносливости. Татьяна Ковалева, Булутбект Абалдеев, Хабар.